Севастополь 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 в прошлом году, сделал стране некую прививку патриотизма. Он показал образцы какой-то преданности, преданности... Своим принципам, идеалам. Да, преданности историческим, преданности истории, преданности России в том смысле, о котором мы думали, что пишут только в книгах и показывают только в фильмах. Я вот в прошлом году был на параде Победы в Севастополе. Я действительно подумал, что это мне снится. Такое я раньше видел только в кадрах кинохроники, как советская армия вступала в страны, освобожденные от фашизма. Вот так приветствовали солдат, приветствовали российскую армию в Крыму. Мне кажется, результат налицо вот в этом году, то, что мы увидели на бессмертном полку в Москве, эти 500 тысяч людей, которые вышли с искренним порывом, это и потому, что год назад случилось в Крыму и в Севастополе. И фестиваль тем самым свой вклад вносил всегда все эти годы в этот процесс. Он появился, как вы понимаете, еще в украинском Крыму. Да, а что позволило выдержать конкуренцию? Ведь 11 лет и не было перерывов в проведении фестиваля. Ну, я думаю, что, конечно, это такое истовое желание и принципы, которых придерживается президент фестиваля Рузин. Он все эти годы был просто таким мотором, который вокруг себя собирал людей, генерировал какие-то новые инициативы. И он заразил этой энергией не только в России, но и кинодокументалистов во всех странах СНГ, как минимум. Хотя на фестиваль приезжают представители из разных государств, не только из стран бывшего СССР. И вот это истинная вера в то, что языком кино можно все-таки сеять разумное, доброе, вечное. Можно рассказывать о правде, можно и это будет приносить результат. Он всех заразил, а события в Севастополе и в Крыму в прошлом году подтвердили, что это возможно в реальности. И, мне кажется, фестиваль маленькую крупицу, но внес в то, чтобы это случилось год назад. Что запланировано обсудить на 11-м фестивале и были ли уже оживленные дискуссии, какова проблематика? Ну, понятно, что в год 70-летия Победы мы говорим о 70-летии Победы, но говорим не пафосно, а через истории конкретных людей, через конкретных событий языком документального кино и телевидения. И, соответственно, ну, чуть более, наверное, глубокое исследование темы Победы, потому что это 70-летие Победы. А в остальном фестиваль уже имеет свое лицо и он меняется только в смысле географии, о чем мы говорили несколько минут назад. В остальном это только все больше и больше участие представителей разных государств, расширение географии не только фестивальных мероприятий, но и географии участников. Вот в чем отличается каждый следующий фестиваль от предыдущего. Дискуссии посвящены также той же самой проблематике. В первую очередь на данном этапе, наверное, мы очень остро обсуждали вопросы межнационального согласия. Лично я, представляя в Орг-комитете фестиваля Национального института развития современной идеологии, в первый день, еще до открытия, проводил дискуссию с участниками форума творческой молодежи СНГ, который также проходит в рамках фестиваля. Мы анонсировали конкурс творческих работ по теме межнационального согласия в период Великой Отечественной войны. И вот понравилась та острота восприятия этой проблемы ребятами в возрасте 20-25 лет, студентами как минимум 3-4-5 курсов различных вузов из Белоруссии. Вот у нас были участники именно на этой дискуссии из Белоруссии, Казахстана, Армении, все страны перечислю. Россия, естественно. И вот оказалось, что люди искренне гордятся историей своей семьи, своих предков, считают, что об этом надо рассказывать, что только через это можно по-настоящему почувствовать, что такое Родина. И вот через любовь к своим истокам любить Родину не на словах, а реально совершает для этого какие-то поступки и дела, то есть доказывая эту свою любовь. А как выстроить систему патриотического воспитания? На чем она должна быть основана? Это государство, это семья, это, возможно, воспитатели, и дальше уже педагоги в вузе. Мы должны знать героическое прошлое, читать определенную литературу, что-то не читать, что-то не смотреть. Как воспитать героев? Ну, если мы будем знать, что было в прошлом в нашем роду, я думаю, если уже обращаться конкретно к Великой Отечественной войне, это затронуло каждую семью, и в каждой семье есть герои, то тогда, равняясь на своих предков, мы и сами можем подняться на ситуации и сами в себе найти эти черты героизма и стремления к подвигу. Но вопрос в том, действительно, какова должна быть роль в этом государства, искусства, семьи, мне кажется, все только в комплексе работает, и, конечно, если в семье будут говорить об одном, а фильмы будут другие, будет некий такой диссонанс. Вот как этого добиться, я думаю, подобные мероприятия способны на это повлиять. А вот в последние годы, да, обратили внимание, что где-то что-то упустили, наверное, как этот пробел ликвидировать? Ну, мне кажется, вот сейчас как раз уже процесс ликвидации этого пробела и наступил. Ликвидировать его можно только вовлекая в реальные дела и действия молодежь, не рассказывая им о неизвестных им далеких героях и подвигах, а действительно обращая их к понятной им истории. То есть, когда с ветеранами, оставшимися в живых, будет встречаться школьник или студент не через книгу, а через реальное общение, он, я уверен в том, почувствует вот эту связующую нить. Конечно, очень сложно и люди уходят, уже 90-летние ветераны у нас и даже 100-летние, и я думаю, что через 10-15 лет вообще никого не останется. Значит, сейчас это надо фиксировать, и здесь уже зависит все от профессионализма мастеров культуры, назовем их так, всех этих инженеров человеческих душ и сердец, которые должны найти ту точную форму подачи информации этой, чтобы будущие зрители и читатели чувствовали, понимали эту искренность и не видели и не ощущали фальши, что это все придумано и им навязано. Это можно достигнуть только повышая свое мастерство и вот опять-таки фестивали и служат такой цели повышения мастерства. В данном случае это фестиваль документального кино, самого, находящегося на переднем фланге близкого к тележурналистике, наверное, и вот это еще большая ответственность у режиссеров кинодокументалистов, еще большая ответственность, чем у режиссеров художественного кино. Когда начнется просмотр работы? Ну, просмотр уже начался, он идет в кинотеатрах Севастополя и, как я уже сказал, в этом году и Балаклавы, и вход свободный, расписание на афишах в городе и на билбордах в городе, я знаю вот так на память Москва, Победа, я просто не очень хорошо ориентируюсь в названиях Севастопольских кинотеатров, но это несложно найти на различных каких-то информационных сайтах, это есть на сайтах Евразийской академии телевидения и радио, которая является одним из главным организатором этого фестиваля, поэтому, я думаю, эту информацию несложно получить. Для участия заявлено много работ? Отобрано жюри уже для просмотров конкурсных, для того, чтобы выбирать победителя, по-моему, около шестидесятков работ, что-то такое. Заявлено были сотни, конечно, конечно, были сотни, осталось, вот 60 с чем-то, мне кажется. География это страны СНГ и не только. Вот я знаю, что ждем гостей с Китая, например, и так далее. Знаете, еще новая интересная миссия получается, геополитического фестиваля. Вы прекрасно знаете, что Севастополь и Крым как-то не очень однозначно воспринимаются в мировом сообществе, не все признают воссоединение России и Севастополя, и Крыма. Тем не менее, художники, кинодокументалисты из стран, которые имеют свою такую особую политическую позицию, спокойно приезжают на этот фестиваль, видят, что здесь происходит. Я думаю, что постепенно эти капли камень-то вытащат, и мы получим и политическое понимание этой ситуации. Вот это еще такая специфическая миссия фестиваля в эти годы. По городу уже успели прогуляться? Каковы впечатления? Во-первых, я не первый раз в Севастополе приезжаю сюда с огромным удовольствием. Севастополь, вот прошлые мероприятия даже, встречи в Севастополе и сам город даже что-то новое привнес в мою жизнь. Это встречи, эти знакомства с людьми на фестивале. Это очень главное, вообще, наверное, одна из важнейших составляющих фестиваля. Да, вот это неформальное общение и дискуссии, да, не просто кино, это уже продукт, к нему надо отнестись каким-то образом, да, это уже конечный продукт. А вот дискуссия об этом и просто неформальное общение, это важно. Я приехал именно потому, что я на прошлом фестивале несколько серьезных друзей заполучил здесь. Просто известные артисты, которые еще приезжают, плюс, несмотря на то, что это документалистика, режиссеры, просто очень интересные люди, с которыми мы весь этот год общались, и это у всех так. И при этом мы расширяем географию свое общение, потому что это люди действительно из всех стран СНГ и мира. Время нашей встречи подходит к концу, я предоставляю вам возможность обратиться к нашим телезрителям. Ну, я приглашаю всех на просмотры в кинотеатры Севастополя и желаю приятного просмотра. И предлагаю, ну, не оценивать, может быть, пускай этим занимается профессиональная жюри, а задуматься об увиденном и сделать выводы, ну, и, может быть, этими выводами поделиться со своими друзьями, близкими, семьей. И таким образом вместе мы вот уже победили в одной борьбе, а победимые в более серьезных более серьезных воинах. Надеюсь, что они будут идти без применения оружия, а вот просто это будут наши дискуссии, общения, и мы докажем свою правоту в них. Благодарю вас за комментарии. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Оставайтесь с нами, Субтитры создавал DimaTorzok